сейчас разберу и будем смотреть в чём проблема. в упрямительных диодах с блока питания. потому что один из них звонился на коротковой обе стороны. вот этот диод. туда и сюда звонился на коротковый. оказалось нет. оказалось все в порядке. а на печатной плате короткое. начал смотреть в чём проблема. выпаивал конденсаторы, резисторы и в принципе по печатной плате с обратной стороны смотрел куда идет. по печатной плате дошел до транзистора. транзистор строчный в обвязке строчный. значит кадровые развертки. транзистор бу 808. он был закорочен. коллектрометр закорочен полностью. но найти бу 808 не так просто это составной транзистор. даже если они есть в продаже то очень много нареканий на качество. потому что дешевый китай. и говорят что он внутри даже не составной. просто пишут что это бу 808. было принято поставить не составной транзистор. обыкновенный транзистор. но в интернете посмотрел как это можно сделать. поставить согласующий трансформатор. вот сейчас на схеме его видно. согласующий трансформатор. вот вот это. расскажу как его сделать. значит что необходимо было сделать. всю обвязку начиная от конденсатора 10 микрофарад. начиная от него вся обвязка там резистор индуктивность и два стабилитрона нужно было убрать. оставляем только один. видно сейчас это сопротивление. этот резистор. это резистор прямо с базы. если показать. прямо с базы на массу. его оставляем. все остальное убираем. и конденсатор тоже. там стоял 10 микрофарадный. ставим 100 микрофарадный. вот я его сюда вывел на поверхностном монтаже. что такое трансформатор согласующий? на проводах которые идут к динамикам. здесь если посмотрим. есть вот такое кольцо ферритовое. прямо на здесь вот привязан кольцо ферритовое. с той стороны был такой же. я его снял. кольцо ферритовое снял. взял провод обыкновенный с витой пары. приблизительно 2 метра провода. видим белый синий. намотал 20 витков. потом в одной из два провода соединяем вместе. это конец одной мотки. начало второй. то есть если синий это одна мотка. белый другой. конец одной мотки и начало второй. соединяем. и присоединяем к началу. начало это вот как раз от конденсатора. вторые два. один на массу. а второй на провод который идет к базе транзистора. все таким образом вместо бу 808 поставил бу 508 это обыкновенный транзистор или другие аналоги которые используют. там например cs1803 можно было поставить. таким образом полностью решил проблему. кроме этого я еще немножко увеличил площадь. на всякий случай увеличил площадь охлаждения. вот этот здесь стоял радиатор из обыкновенного металла. железная оцинковка. я поставил алюминий. и немножко снял с другого телевизора. по площади он немножко больше. но наверное в два раза. при этом около пяти часов работал. телевизор нагревался до 36 градусов. полностью решился вопрос. телевизор работает. ремонт прошел из тех деталей которые в принципе у меня были. я этот конденсатор снял с платы телевизора. который у меня валялась. также с платы телевизора снял радиатор бу 508. транзистор тоже был снят со старого. с одной из плат от какого-то старого телевизора. ну и таким образом ремонт прошел успешно. все теперь закрываем и можно звонить клиенту. ситуация. я включаю меню. телевизор работает. рейнфорд. все в порядке. все еще. в порядке. все теперь закрывается.